Второе послание, 1 глава 16 стих. Даровано нам великие и драгоценные обетования, и мы, соделавшись причастниками Божества и Стества, удалившись от господствующего в мире распления похоти, и перечисляя, что человек получает. Коротенькое послание. И вот апостол Павел говорит, что мы являемся участниками, причастниками Божеского и Стества. Соборное послание, оно касается всех. Соборная церковь, верующая, святую и соборную. В этом числе и я, и ты. Да какие же мы получили обетования? Простые, понятные вроде слова. Спросишь, смотрят, еще не могут ответить. В каждом государстве, где нет царя, избирает кого-то. Президента, первого секретаря Компартии, считает это высшая должность. И равняется как царь. И Конституция говорит, что каждый, достигший 30-летнего возраста, проживший на одном месте 10 лет, имеет право быть избранным президентом, как в Америке. А это обетование-то, ну никак не воплатишь. Ты бы хотел, да ничего не получится. Это только лишь фикция. И избирает кто-то. Ты имеешь это право, а воспользуешься никогда и не воспользуешься. И на этот вопрос ни один человек в так называемых демократических государствах ответить не может. Если дано право, почему ты не можешь? Есть закулисная еще там мафия, которая продвигает человека, которая не позволяет себе воспользоваться правом и избирает не лучше. Я раньше думал, слышь, а как мой отец умно решает какие-то вопросы, и думал, почему отец мой не первый секретарь, потому что не государство, а хотя бы районный. А он только по сути, по сути, он умер. Так вот нам даны обетования от Бога, которые не зависит ни от какой закулисной борьбы, кто бы что ни говорил, ни делал, ни отзывал, ни поносил, ни давил, обетования наши остаются в селе, а не с нами. Допустим, человек родился в царской семье. Он не может обладать царскими всеми достоинствами, пока не достигнет совершеннолетия, как Павел говорит. Это так. И Бог поставил определенное условие, чтобы мы получили это обетование, о чем он состоит, мы сейчас прочитаем в книге Библии. Бог поставил определенное условие. Вы живете в этом мире. Вам нравится в этом мире? А я его называю прелюбодейный и грешный мир. Это мир разврата. Ты можешь говорить, что хорошие люди, я знаю, не верующие, он в церковь хоть не ходит, он хороший, действительно хороший, я подтверждаю, не пьет, не курит, не ругается, ничего, все хорошее. Но этот человек, маленькая частица этого развратного мира, если он не в церкви. Он один из них. И умрет, он пойдет, как самый последний грешник в ад. Почему? Правила у Бога такие. Верующая Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующие не умеют. Тот, кто не пьет крови Сына человеческого, не ест хвост его, не увидит жизни, не увидит. Кто не родится свыше, не увидит жизни. Знаете, какие правила и условия. И апостол Фотор говорит так, чтобы мы удалялись от господствующего в мире распления похотью. Похоть это не только вожделение одного пола к другому или к однопольному, а распление похотью сребролюбия, непокорилости, санности, гордости, возвышения. Это все, все уходит в похоть мира. Похоть у города житейская. Мы должны узнать вот эти правила и выполнить их. Но если Бог дал мне обетование и сказал нам, принадлежит Царство Небесное, а мы, Сима или Вера, считаем, чаю воскресения мира, это чаю, то есть ожидаю, не просто кому-то будет, а мне, это Царство уготованное. А я и пошел, почему? Так как молитва считается обещание ради будущих благ. Мы же считаем эту молитву. И все время уверенности нет до конца. Почему? Слишком большое условие. Удаляться от господствующего в мире распления похотью. Как работаешь, как зарабатываешь, как воспитываешь детей, как рождаешь, как встречаешься, как продаешь, торгуешь. Это все здесь. Или мирскими привычками пользуешься, или простыми, но доступными по священному писанию способами. Обычно продают товар, так нагваливают. Домой товар самый хороший, а товар не самый хороший. Вот однажды один человек так проходил, и он знает, в господствующем мире распления похоти, желает выжить выгоду. И человеку этого прозвища свободно может дать своя выгода. Ни он, ни дядь, ни шагу не шагу, чтобы выгоды не было. Так, устроен человек. Мать послала его продавать осла. Естественно, он должен его продать, и сказать, что осел хороший. Нашелся покупатель. Как осел? Ох, дяденька, если возьмешь на муче, если он упрямый у нас. А почему он упрямый? Да хоть бей его, хоть убей, он с места не изменится за дом. Да он еще и легальцы, я скажу. А никого нет, один продает. А как нет? А если ее рубаху заживет, и тебя? Так ты так продаешь, и не продашь его. Ну, а я должен же это сказать. Ребенок маленький. И человек, который покупал, это был не пройдоха. Это был умный еврей. Он стал разговаривать, а кто там, говорит, я еврей, но тирота. Ты хоть какое-то доброе качество, вот так, этого отхвата. Скажи, чтоб кто-то взялся. Ну, много может везти, а он все равно не повезет. И он понял, это хороший человек, юноша. Познакомился с матерью, не женился, но усыновил его. В будущем это будет Епифанией Великий. Это святой будет современник Иоанна Златоуста. Какие качества в ребенке надо подмечать? Вы подмечаете деньги в своей качестве? Приучаете ходить за больными, что-то им приносить, старых, пожилых, не просто обойти, а я самых этих не люблю. Это страшные, бессовестные слова. Это ужасные слова. Будет время, когда ты будешь искать мудрости древних, говорит, и не найдешь. И ты в этом расклепленном мире, в похоте, погибнешь. Евангелист Лука 24, 49, говорит так. Иисус Христос сказал, и я пошлю обетование отца моего. Оставайтесь в Иерусалиме, доколе не обречетесь, силой высшим. Это обетование не потеряло силу. Мы все можем обречься силой Духа Святого. И цель одна. И будете мне свидетелями до края земли. Прости Бога, Господи, памяти нет, ума не хватает, у меня ничего нет. Но Бог сотворит это чудо. Обреки меня силой свыше. Я сколько знаком с людьми и говорю, ты знаешь силу поклона? Ну а что с тобой? Ну мы кланяемся все в церкви. Ты дома приучи тело свое сгибаться в поклонах. Люди многие не поймут, как ты так вот писание вроде знаешь, с сектантами встречаешься, но у них же нет этого. Они не знают силы поклона. Просто они не знают. Я еще раз повторяю вам это. И лейте леса, печетки, сто поклонов хотя бы утром, сто вечером, не считая, может быть печетки, еще сто раз днем и ночью. По всякой нужде, кто бы ни позвонил. Поставьте тебе это правило, обязанность. Я живу на земле, и я делаю прорыв из этого распленного мира. Люди просят помощи, я должен их вытащить оттуда. Я должен помочь твоей молитве больному, в поездке. Он в поездке. Я его нифига в глаза не видел. Я каждый день, и в несколько раз в день буду становиться, представлять ее крестом. Почему? Бог дал мне эту силу. Ты просил Богу эту силу? Забота такая, что незнакомый человек будет дороже родного десятилетия. Ты только вопияй Богу, совершайте поклоны, не бойтесь. Проходит год, спрашивай, море в тополесках? Нет. Да почему, что не умолишь? Ну, смятые это доказали. Они тысячи поклонок делали. Ну, ты сосны сделай десять к Христу, Божью Матери, Ангелу Хранителю, всем святым. Ну, испытает усладость, смирение, когда все тело ломается перед Богом. Я смиряю, порабощаю тело мое. А он не желает тела кланировать. Смири его. Люди специально исследуют поклоны этот. Я узнал только в Америке, что в земном поклоне все до одного сочленения человечество тело всегда. Никакой гимнастики не надо делать. Не надо бегать из их высунувшей по трассе. Не надо поднимать большие штанги. Поднимать свое тело. Склоняйся, сделай земной поклон полный так. Да делай это тысячи раз может быть. И ты получишь это обетование. Мы наследники этого чудного обетования. А если нет, значит ты и не свидетельствуешь. А кто не свидетельствуешь, откуда легко понять силы тебе нет. Ты никому сказать не можешь. Ты не можешь порядок навести даже в семье. Ты никому не можешь поднять на новую ступень. Деяние 2.23 И как Христос вознесся и принял от Отца обетование. Отец Небесный дает обетование. Я задаю вопрос священникам. Скажите, что означает праздник Рождества? Христос родился. Какое отношение ко мне имеет? Он не родился, у меня... Все правильно отвечает. Дохожу до праздника Вознесения. А что праздник Вознесения? Но Христос вознесся. Какое отношение имеет это ко мне? Не могут ничего ответить. И они только он. И архиереи другие не ответят еще. А зачем Христос? Ду вознесся и все. Почему он же на 10-й праздник? Какое отношение ко мне имеет? Другое дело, дух святой сошел. Вопрос-то какой? Ни один стих диктант мне еще не ответил. Самый умный. Я только дошел ответ у Иоанна Заталуста. Иисус вознес наш начаток. Начаток это с чего мы сотворены? Из земли. А вторичное это душу в дуну, дух в дуну. Этот начаток, распятый, воскресшее тело, он вознес через престолом Отца остановился. И сказал, как бы, отец, я убер за них. И отец был примирен. Это день примирения. Не примирения белых страстных, а примирения грешного мира, который предстал в лице Иисуса Христа перед Отцом и жертву удовлетворения. Дух Святой не пришел бы, если не было заключенных в перемирии с Богом. Бог врагам дары не посылает. День Вознесения это день примирения с Богом и Его. Мир содрогается. Он в грехе прелюбодельный, он находится в господствующем в расклении похоти и вдруг этот мир примиряется с Господством Небесным. Когда? В день Вознесения. Это надо день и ночь об этом говорить. Деяние 2.39. Когда спросили, Петр завел их до сокрушения, и они говорят, а что нам делать? Вчерашний день не вернешь, мы Христа распяли. Он говорит, покайтесь. И закрестится каждый из вас своими истатами прощения и грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш. А дальние это мы. Мы не дети евреев. Это обетование Духа Святого, прощение грехов, это нам принадлежит. Вот считаешь, походи по комнате или подопри голову и подумай, Господи, какое обетование, какое наследие. Вот я сейчас бы узнал, у меня дядя больной какой-то, и вот он 5 миллиардов долларов, и он на меня все подписал. Как бы я за него молился? А здесь обетование Царство Небесное каждому обещано. Это обетование несопрушимое, непреложное. Сверсти на ад, если бросить сатана на нас, он не может это обетование порушить. Почему? А Бог верит в Слове Своем. Он не отрекается от того, что Аднаша сказал. Деяние 7,17. Что приблизилось время исполнения обетования, которое обещал Господь народу Твоему, и народ возрастал и умножался. Об еврейском народе, когда он в Египте. Я думаю, как же к нам относятся? Это русский народ. Исчезает, и обетование это как будто его не касается. Все слова о том, что Русь святая ни на чем не основаны. Мы не возрастаем в этом клинении, уменьшаемся и расплеваемся надея только хуже и хуже. А выход есть. На колени послона просветила Господь, и чтобы Господь возник пророков в стране российской, возник проповедников, дал им. Деяния 26.6 И ныне я стою за надежду обетования, данные Богом отцам нашим. Мы так не можем сказать. Мы стоим за надежду обетования данного евреям. У нас к евреям должно быть особое отношение к тем евреям, которые приняли Христа. 2 Петра 3.4 Некоторые люди неверующие говорят, что Бог вот обещал, придет, а мне обетование и пришествие Его. И с тех пор как умирает отцы наше все остается так же. Не идет, это обетование Божье. Он говорит, я уйду, а потом опять приду. И мы должны каждый день ждать, когда родных гостей ждем. 2 Петра 3.3 По обетованию Его мы ожидаем нового неба и новой земли. Мир этого не знает. Раньше знали, что через 20 лет нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Это обетование было, да, над Центральным комитетом. А у нас обетование от Христа то не исполнилось и не могло исполниться. А это исполнится новое небо, новая земля. Хорошая, подаводная, пустыня, горы, все сгорит. И будет новое, которое ни один человек не видел и не может пересказать. 1 Иоанна 2,21. Он обещал нам по обетованию жизнь вечную. Рим, 4,20 чтобы мы не поколебались в обетовании Божьем. А как можно поколебаться? В первую очередь поигранной в этом мире раскленном. Римлянам 8.8 И не плоткие дети, судь дети обетования, дети Божьи, но дети обетования. О ком можно сказать сегодня, что это дети обетования? У матери нет детей, она молится, и вдруг видит звезда, сходит ей в отчерево. Просите у Бога, беременной матери, которая имеет детей, ваша чадош, является ли детьми обетования? Ну-ка я уже родила его, проси, чтобы оно было детьми обетования. А мы считали, какое? Ты родила его для Царства Небесного. Быть может, это будет тот проповедник, который сдвинет то, что мы не могли сдвинуть. Мы только сеем или сеем, урожай нам не придется собирать. Второе послание к Коринфимам 1.20 Ибо все обетования Божьи в нем дад и в нем аминь, славу Божию через нас. Как ты бы считал, что Бог обещает укреплю и устоишь. И не превозможут враги тебя, это Божье обетование. Да и аминь. Давид говорит, я состарился, был молод, я не видел человека, который верил во Христа и был бы отставлен. Учитесь жертвовать. Приучайте детей многое делать. Ради Господа, ради Христа. Если праведность не превзойдет праведности книжников и парисеев, то не уйдете царствие Божие. А мы еще не достигли праведности мира, в мире сколько есть подвига. Считаешь, ничем совсем, кажется, человек не обладал. Знает, угнали огромную машину, гонится милиция за ним, три милиционера в машине, смосят, дети переходят с лошками улицы, он несется. Он бросает свою машину под команд. Камад восстановился. Все погибли. Разве это не герои? А о нас и говорить не надо верующих. Как мы должны приучать детей к жертвенности? 2 Коринфянам 7.1 Итак, возлюбленная, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Чтобы достичь этого обетования, а не просто сказать, я спасенный, и все. Для этого нужны великие труды и великие усилия. Притом обязательно, желательно, чтобы у тебя был кто-то старший, более опытный, который подсказывал, с кем ты мог бы советоваться, преодолеть искушение. Галатам 3.22 Мописание всех заключило под грехом, до этого обетования верующим, даны были по вере во Иисуса Христа, не по делам. А какая у меня надежда? Я иду с полной уверенностью, что получу Царство Небесное. Почему? Уповая на милость. Причастие приготовиться невозможно. Как бы ни готовился, постоянно ощущаю недостойность. Уповая на милость Божия, уповая на милость Божия, никогда не постыдишься. Прилагай все силы на то, чтобы Богу угодить по заповедям Него. Галатам 4.23 Свободны, рожденные по обетованию. И Галатам 4.23 Мы дети обетования по Исааку. Господь обещал ему. Эфицианам 2.12 Мы были в то время без Христа, в чуждых заветах обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Вот теперь мы узнали, что безбожники не имеют никакого обещания, за гробом ничего нет, он не уверовал, не стал членом церкви, он умрет, ничего он не получит. Какой бы он хороший не был, были безбожники в мире, были чуждые обетования. У кого дети, знакомые не обратились, стучите пока живые. Обычно татана, когда душу похитит, тогда говорит, теперь колотите двери церковные, теперь лечите священникам, теперь заказывайте молебную за упокойное. И писянам трешет, чтобы язычникам быть сонаследниками, сопричастниками обетования Его во Христе посредством благовествования. Чтобы к обетованию пробиться и другие могли, нужно благовествовать. А если не благовествовать, вот отсюда я начинаю разговорить. Это я молчу, с кем знакомый не говорю, а у человека нет обетования. Чего он лишился? Сокрушаются мы, когда наши знакомые, близкие, друзья, может быть, с кем-то мы сотрудничали, в будущем мире были дружескими, а он умирает, не примирившись, и ты ничего не сделал. А ведь это страшно. Он мог быть спасенным, и он не спасен только потому, что я не хадатайствовал перед Богом. Я не молился о нем как следует. 1 Тимопея 4,8. Телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезное, имея обетование, жизни, настоящей и будущей. К этому призывайте детей. Не для того, чтобы их хорошо одевали, хорошо питались, а старайтесь награду на небе иметь. Делать такие дела, за которые здесь ничего ты не получишь. Ради Господа, складывай этот труд. Он столичнее вернется в своих детях. Евреем 4,1. Будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался той из вас опоздавшим. Чтобы войти, Бог назначил определенное время. Будет время, станет хозяин вечери, закроет двери и будете стучать, но никто не отворит. Повторяю, что ныне время благоприятное и очень благоприятное. Правители не трогают. Мы молимся. Открыто собираемся. Евреям 6,12. Дабы вы не обленились, но подражали тех, которые верою и долготерпением наследовали обетование. Особое внимание обратите на детей, чтобы в них было терпение. Приучайте безмезно работать, где может быть угодно. В почтительности предупреждайте друг друга, а что я могу еще сделать? Не за награду, не за то, что что-то в рот тебе дадут, а скажи, я делаю для Господа. Когда ваш ребенок последний раз это говорил? Что он делает это для Господа? Итак, чтобы получить эти великие обетования Божие, нужно отвергнуться полностью от этого растленного мира и устремиться на небо. Аминь.